У нас есть всё-таки время для дискуссии, поэтому я предлагаю, если желающие, задать вопросы нашим выступавшим коллегам. Можно я тогда задам, Светлана Анатольевна, мне бы хотелось у вас спросить, всё-таки у вас большой опыт и участия в клинических исследованиях, и сейчас появляются пациенты, которыми мы назначаем вимуруфенибов, как часть нашей стандартной практики. Как вам кажется, можно ли рассматривать вопрос назначения вимуруфениба не пациенту с первым прогрессированием и даже вторым, а всё-таки пациенту, который уже испробовал несколько линий стандартной химиотерапии, рефрактерной к ней, конечно, имеющей всё-таки достаточно большой объём опухолевой массы, не блестящий кокс статус, а скорее между тремя и четырьмя. И, в принципе, для него сейчас вимуруфениб – это уже как последняя линия терапии. А правда ли назначение этого препарата вот такой тяжёлой категории больных? Уважаемая Галина Юрьевна, те, конечно, исследования, которые мы продемонстрировали, они, в общем-то, проведены были в идеальных условиях. Правда, это больные не лечены, первая линия лечения, и эффект достаточно высокий. А к нам чаще всего обращаются пациенты, которые действительно уже получили массу препаратов различных и многократно оперировались. И, как уже отчаяние, наверное, мы направляем пациентов на молекулярно-генетический анализ, получаем вот такой ответ. Мы назначаем, назначаем. Но перед этим, конечно, должна быть очень тщательная беседа не только с больным, но и с его родственниками. Насколько есть возможность обеспечивать препаратом данного пациента. Потому что на сегодняшний день, конечно, мы работаем в федеральном учреждении, здесь присутствуют и городские службы, может быть, они мне возразят. Но, к сожалению, конечно, обеспечение препаратом таким дорогостоящим на сегодняшний день затруднено. Но, как ни странно, пациенты покупают препараты. Вот у нас около больше 10 пациентов покупали препарат самостоятельно. Удивительно. Наверное, всё-таки вот этот вот период отсутствия активных препаратов для лечения метастатической меланомы, он сыграл свою роль. Практически 40 лет мы ничего не имели активного. И вдруг появились вот эти вот новые препараты, а в стране всего один. У нас были пациенты, которые ездили в Белоруссию, ездили в Прибалтику за веморофени, покупали его там. Причем я не могу сказать, что это были самые богатые люди. Очень ошибочно вообще определить возможность пациента приобретать препараты. Одному из пациентов просто помогали друзья. Сбрасывались, что называется, извините за такой глагол, кто сколько может. И вот тяжелый он был пациент, очень тяжелый. Мы его всевозможными методами лечения лечили, и хирургии, и фотодинамика, и лекарственное лечение всевозможное. И ЭКОК-3, да, тяжелый, что делать? Спрашивают. Ну, доктор, если есть какая-то возможность, скажите. И, наверное, все-таки здесь очень такое тонкое место. Как быть врачу все-таки говорить информацию пациента, что есть препарат, который может быть применен, сделать нужно только молекулярно-генетическое тестирование. Если есть мутация, то тогда можно его использовать. Или если у нас нет обеспечения, молчать об этом. Это вопрос очень дискутабельности. Нужно, конечно, индивидуально подходить к каждому пациенту. Но мы все-таки считаем, что пациенты и его родственники должны быть осведомлены о том, какие возможности есть. И даже если пациент тяжелый, конечно, это все тоже нужно рассматривать очень персонально, до какой степени тяжелый больной, на что можно еще ориентироваться. То все-таки нужно пользоваться. Пользоваться тем более, вот мы сейчас не показывали, у нас был клинический случай, когда у больного ЭКОК был 3. Использовано было все, в том числе уже как отчаяние, метрономный режим химиотерапии, который тоже не имел никакого успеха. Огромная кровоточащая опухоль в заушной области, которая болезненная очень, больной практически не встает с постели. Но у него определена мутация Берапа, была еще раньше была определена. И родственники решили покупать. И вы знаете, быстрый ответ. Да, конечно, прогрессирование процесса потом все равно происходит, рано или поздно. Но качество жизни на несколько месяцев было улучшено. Он из тяжелого пациента становится в удовлетворительном состоянии, как вот рассказывала Нина Юрьевна. Он возвращается к труду, он себя чувствует полноценным человеком. И несколько месяцев он живет в такой вот обычной жизни пациентов. То, в общем-то, на что должна быть направлена наша терапия. Поэтому мы думаем, что вообще препараты, таргетные терапии, они могут быть использованы не только в первой линии, могут быть и во второй, и в третьей линии. Но, конечно, не безумствовать и всегда, конечно, дифференцированно подходить их к пациентам. И обязательно разговаривать с пациентами и особенно с их родственниками. Потому что обеспечение препаратов не всегда может быть. Спасибо, Анастасия Анатольевна. И еще один тогда к Вам вопрос. Вот встречали ли Вы такие клинические ситуации, когда у пациента восстанавливалась чувствительность к ингибиторам Бераф? После, скажем, ну, какого-то периода химиотерапии, ну, во всяком случае, вот сейчас появляются пациенты, у которых на фоне приема ингибиторов Бераф развивается рефрактерность, они переводятся на какой-то другой вариант лечения, а потом попытка возвращения к ингибиторам Бераф вдруг оказывается эффективной. Вот у Вас такой был опыт? Нет, такого опыта я не помню, но у нас был опыт, когда мы начинали с доз, которые были доступны пациентке по стоимости, с небольших доз, токсичность была велика, мы лечили больную, буквально там по 400 миллиграмм она получала, а эффект был. Вот такие вот у нас были случаи. Но я думаю, сейчас, может быть, и будут эти пациенты, будем к ним возвращаться после лекарственного лечения. Их выживаемость уже увеличена, поэтому думаю, что будем встречаться. Главное, доступность будет. Спасибо большое. Но всё-таки я ещё раз обращаюсь к аудитории. Есть ли желающие задать вопросы по поводу эффективности или, возможно, переносимости таргетной терапии? А если можно, я хотела бы спросить у аудитории. Кто поднимал руку, у кого есть опыт применения? Можешь что-то добавить в своё, что-то видели, может быть, какие-то интересные случаи? Потому что 25%, по-моему, ответили, что имеют опыт. Или это только вот те центры, которые сегодня выступали? В молчании, да? Ну, к сожалению. Так, пожалуйста, Алексей Викторович. Сейчас, подожди. Я просто хотел добавить к вопросу у Галины Юрьевны. Можно ли применять у пациентов, которые уже получали много разных вариантов лекарственного лечения? Ну, в принципе, по ограниченному опыту применения у таких пациентов, мне складывается впечатление, что веморфенип может быть использован как средство своего рода пожаротушения. То есть, когда пациент реально в плохом состоянии, мы можем назначить препарат, и он действительно может дать нам время сделать что-нибудь ещё. Да, эффекты эти короткие достаточно. Но, тем не менее, мы видели, Светлана Анатольевна, такой эффект у пациента, который был в плохом состоянии, с очень короткой ожидаемой продолжительностью жизни, которому действительно такое назначение продлило жизнь, ну, по крайней мере, на месяцев на 6. Поэтому я думаю, что это имеет значение. Кроме того, когда обсуждались на международных конференциях, такой взгляд тоже, с чего начинать, с веморфенип, с таргетной терапии, которая эффективна, или пробовать, скажем, более старую химиотерапию, то есть такая точка зрения, что на эффективность терапии веморфенип не очень влияет линия лечения. То есть, если пациенты перед терапией получали какое-то другое лечение, веморфенип всё равно может быть эффективен. А наоборот, если применять, то есть... Громче, громче. Выключил. Поэтому это может быть использовано, это используется как один из аргументов для того, чтобы, возможно, у некоторых пациентов, наоборот, отсрочить лечение, попытаться получить несколько эффектов. У нас какие-то проблемы есть определённые. Ну, такое небольшое заключение этой нашей первой части после объединенной сессии. Действительно, мы, в общем, увидели впервые за многие десятилетия, мы увидели препарат, который действительно работает у пациентов с метастатической меланомой. Препараты. Увидели возможность значительного улучшения самочувствия больного. Увидели возможность увеличения общей выживаемости этих больных. И, конечно, сейчас вся проблема только в том, чтобы и наши российские пациенты имели бы доступ к этим препаратам, не только в рамках клинических исследований или программ, которые проводятся, для того, чтобы мы имели возможность назначить препарат и понимать, что пациент его получит. Ну, вот здесь какие-то, наверное, не только наши усилия должны быть, но и наши тоже. Спасибо всем большое.